Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, от всего этого мы должны отказаться. Почините ли вы все Христу сегодня? Давайте откроем 13-ю главу от Матфея. 13-я глава Евангелия от Матфея. Итак, невод закидывает в море, захватывает рыбу. И когда же происходит разделение? Когда отделяет рыбу? Матфея 13-я глава. Все уже открыли? Так когда же происходит отделение? Что сказано в 49-м стихе? Конец 48-го стиха, там сказано, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Итак, когда происходит это отделение? И 49-й стих. Так будет и при кончине века. Отметьте это. Так будет и при кончине века. А кто делает это разделение? Кто отделяет рыбу? Основываясь на 49-м стихе. Только не говорите мне Иисус. Мы и так знаем это. Но основываясь на притче, кто совершает это отделение? Сказано, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Итак, кто отделяет одних от других? Здесь сказано ангелы. Хочу задать вам вопрос. Какие ангелы отделяют злых от праведных? И некоторых выбирают для неба, а других для мучений и истребления. Что же это за ангелы? Это три ангела, друзья мои, из 14-й главы книги Откровения. Не воспринимайте это как само собой разумеющееся, а записывайте и отмечайте это у себя. В 14-й главе книги Откровения с 6-го по 12-й стихи мы находим описание провозглашения Божьей трехангельской вести. А с 14-го по 16-й стих Христос повергает серп на землю и образно говоря пожинает или собирают тех, кто верен Богу и приводит их на небо. А стихи с 17-го и до конца главы показывают другой сбор урожая. Но собирают на этот раз тех, кто должен быть вскоре уничтожен. Итак, какие ангелы завершают разделение между праведными и нечестивыми? Это вести трех ангелов. Откровение 18-й глава. Что мы находим в стихах с 1-го по 4-й? В 1-м стихе ангел нисходит с неба, и земля освещается от его славы. А в 4-м стихе сказано, «Выйди от нее, народ мой, – это четвертый ангел, громкий клич трехангельской вести». Посмотрите на эту цитату из книги «Раннее произведение», стр. 118. И хорошенько запомните это. О, друзья, когда я прочитал это год назад, я просто запомнил это и вложил это в свою память. Там сказано следующее. Посмотрите на экран. «После этого я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел сказал, дело его ужасно, ибо он должен отделить пшеницу от плевел и запечатлеть ее, связав снопы для житницы Божьей. К этому должны быть прикованы все помыслы и все внимание. Это делает третий ангел. А какова весть третьего ангела? Что же провозглашает третий ангел? Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою? Какое событие приводит к этому отделению? Какое событие ведет к разделению между нечестивыми и праведными, между плевелами и пшеницей, между хорошей и плохой рыбой, между козлами и овцами? Какое событие приводит к данному разделению? Это начертание зверя. Кризис национального воскресного закона. Итак, это все будет происходить, когда будет навязываться закон о воскресном дне. То к какому периоду мировой истории мы подходим, основываясь на сорок девятом стихе, мы подходим к концу этого мира. Итак, Эндрю Инрикес, почему ты продолжаешь показывать нам насколько мы близки к кризису воскресного закона? Почему? Потому что когда будет издан воскресный закон, через очень короткое время придет Христос. Время очень близко, друзья мои. Бытие 16-я глава, давайте вместе откроем это место. Поэтому я и говорю вам, друзья мои, эта притча о неводе очень похожа на притчу о плевелах и пшенице. Такова эта вещь, друзья мои. Бытие 16-я глава. Как мы можем узнать, насколько же мы близки к кризису, связанному с созданием закона о воскресном дне? В 16-й главе книги Бытие, в стихах с 11-го по 12-й, Божье слово говорит, что потомки Измаила, мы говорим о сегодняшних мусульманах, я говорю о религии, ислам, их будут использовать для создания единого мирового правительства и единой мировой религии. Не это ли самое происходит прямо сейчас? Взгляните на это, друзья мои. О, я не знаю, читать ли вам эту цитату? Я не хочу ее просто пропускать. Давайте прочтем. Великая борьба, страница 605. Цитата. «Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным вопросом истины, который подвергается нападкам. Когда наступит решающий час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. Итак, каково будет последнее испытание, которое проведет линию разделения? Отличительную черту – линию разделения. Это кризис субботнего дня. Кризис, связанный с навязыванием воскресного закона. Давайте двигаться дальше. Статья за 29 марта 2017 года. Знаете что? Сегодня все зависит от вас. Я готов двигаться дальше и, как говорится, нажать полный газ. Я готов продвигаться дальше, друзья мои. Здесь сказано о теракте в Лондоне. Большинство из вас слышали об этом. Не так ли? Что случилось в Лондоне совсем недавно? Террорист, который вел свою машину по мосту и задавил на этом мосту людей. Верно? В этом происшествии обвиняют терроризм. И здесь мы видим религиозных лидеров, которые говорят, «Террор никогда не разлучит нас!» Обещают архиепископы, имамы и главный раввин. Дракон, зверь и лжепророк. Террор никогда не разделит наше сообщество. И мы видим, как после этого инцидента в Лондоне говорят, что из-за того, что терроризм стал столь распространенным, то настало время отказаться от ваших прав. Смотрите, что было написано в Нью-Йорк Таймс. Вслед за атакой британские официальные лица проталкивают закон об отказе от шифрования в технологиях. Почему? Потому как они утверждают, что эти террористы использовали программу ватсап, публикуя свои вещи, и они хотят выяснить, о чем же этот террорист думал перед этим событием. Но его ватсап и то, что он там писал, и говорил, все это сейчас зашифровано по причине конфиденциальности. И теперь они подталкивают компании убрать это шифрование. Откажитесь от конфиденциальности. Вот о чем я говорю, друзья мои, здесь сказано, что ватсап обвиняется в том, что давал террористам потаенное место, чтобы они могли там скрываться. Вы думаете, что ватсап хочет быть известна как компания, которая дает укромное место для террористов? Так что же они сделают? Вы это сказали. Итак, Евангелие от Луки 21-го глава. Будем ли мы окружены? Будем ли мы под контролем? Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Давайте продвигаться дальше. Обратите внимание. Обратите внимание на это. Мы видим, что даже мистер Франциск присоединился к этому. 30 марта 2017 года. Британия требует, чтобы технологические фирмы делали больше в противостоянии экстремизму. И они заявляют следующее. Любой человек, они повторяют это снова и снова. Любая компания, любой человек, публикующий в сети экстремистский или разжигающий ненависть материал должен быть запрещен или заблокирован. Я читаю текст, отмеченный красным цветом. И после этого мы видим, как на этой неделе 29 марта. Какое заглавие у этой статьи, друзья? Папа сказал межрелигиозной группе. Авраам это отец всех нас. Что вы здесь видите? К кому он обращается? К мусульманам и христианам. Мы все должны объединяться. Это статья с сайта радио Ватикана. Что здесь происходит? Запишите себе 16 глава книги Откровения. 13-й и 14-й стих. Божье слово говорит, что Иоанн видел трех духов нечистых, подобных жабам. Откуда они выходили? Из уст дракона, зверя и лжепророка. И какова была их задача? Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Не происходит ли сейчас это собрание? И Google является частью их. Знаете, что Google опубликовала вчера на своей главной странице? Собрание всего мира. О, друзья! Позвольте просто показать вам это. Google точка ком. Посмотрите на пропаганду сообщения, которое было сделано со скрытым смыслом. Обратите внимание на тени над их головами. Посмотрите, что на них одето. И мы наблюдаем, как служители, заявляющие о себе, что они адвентисты, проповедуют те же самые вести. Что означают эти символы на их одежды? Сосуществование. Сосуществование. Сосуществование, чтобы дракон, зверь и лжепророк единым фронтом выступили против Господа. И это то, что больше всего шокирует. Папа благодарен Богу за ватиканскую конференцию о Мартини Лютере. Дорогие друзья, откройте сейчас со мной 13-ю главу книги Откровения. Откровение 13-я глава и 3-й стих. Говорит ли Библия, что папству была нанесена смертельная рана? Да, друзья мои. Говорит ли Библия, что однажды эта рана исцелеет? И когда эта рана исцелеет, Библия говорит, что весь мир будет придерживаться ложного поклонения. 3-й стих и 4-й стих и стихи с 11-го по 18-й. Видим ли мы это? Здесь сказано, Католическая служба новостей, 31-го марта, папа говорит, что мы должны прекратить выступать против папства. Прекратите! Прекратите! И он также говорит, что мы нуждаемся в очищении памяти. Он говорит, оставьте предубеждение, простите грехи прошлого, папа настоятельно призывает к этому христиан. К кому он обращается? Строка ниже гласит, тщательное исследование о Мартине Лютере поможет исцелить отношения между католиками и протестантами. Так кто должен оставить предубеждение? Протестанты! Кто должен прекратить проповедовать против папства? Протестанты! Он говорит следующее, должен ли я пропустить это? Да! Я это пропущу! Нет! Ну давайте все-таки прочтем! Выделить то, что было правильным в отношении реформации, и выявить заблуждения и грехи, которые привели к разделению церкви. Далее он заявляет. Сегодня мы как христиане призваны отложить все предубеждения, по отношению к вере, которую исповедуют другие люди, с иным акцентом или языком. Предложить друг другу прощение за грехи, совершенные теми, которые жили до нас, и вместе просить у Бога дар примирения и единства. Далее он заявляет. Папа сказал участникам, что его первая реакция на эту похвальную инициативу была благодарность Богу, и некоторое удивление, поскольку еще недавно такая встреча была что? Немыслима! Далее он заявляет. 50 лет диалога означает, что может быть достигнуто очищение памяти. Давайте прочтем, что означает это. Нам нужно рассказывать эту историю иначе. Итак, какая история должна быть рассказываема иначе? Какую историю нужно рассказывать иначе? Историю папской церкви, которая убивала народ Божий. Она должна быть рассказываема иначе. Вот в чем опасность, когда в наших урочниках субботней школы цитируют людей, которые заявляют, что инквизиции вообще никогда и не было. Далее здесь говорится. Таким образом, чтобы не осталось каких-либо давних следов обиды за прошлые раны, которые исказили наш взгляд на кого? Друг на друга. И папа сегодня использует так называемое движение под названием фокуляр. Кто-нибудь знает, что это за движение? Кто из вас знает? Движение фокуляр. Фокуляр это католическое иезуитское по своей природе движение. Взгляните на это. Я не буду все это читать, посмотрите на первую строку. Движение фокуляр. Главным образом что, друзья? Главным образом римокатолическое. Фокуляр означает что? Работа или труд Марии. Не забудьте это. Фокуляр означает что? Работа Марии. И какова же задача этого движения? Вторая строка с синим цветом здесь написано. Сотрудничать в укреплении единства в христианском мире с отдельными лицами и группами, движениями и ассоциациями. Способствовать полному общению с христианами разных церквей. Продвигаться к всеобщему, всемирному братству с последователями различных религий и людьми других убеждений, в том числе и с атеистами. Дракон, зверь и лжепророк. Папа использует это движение Фокуляр, чтобы привести к окончательной смерти протестантизма. Угадайте, кто присоединился к этому движению? 24 мая, каково заглавие? «Епископ Рима сказал, что это движение Фокуляр может помочь в исцелении некоторых ран.» Помочь в чем, друзья? Кто же стоял у истоков этого движения? От Папы Пия 12-го, потом Папа Павел 6-й. И потом продолжилось это движение при Иоанне Павле 2-м. И сегодня Франциск. А теперь посмотрите на это. Кто участвовал в экуменических молитвах совместно с движением Фокуляр? Кто это, друзья мои? Адвентисты седьмого дня. Это сказано прямо на сайте Фокуляр. Мы присоединяемся к движению по уничтожению протестантизма. Кто был частью этого? Адвентисты седьмого дня. Это первое доказательство. А вот второе свидетельство. Церкви вместе. Где? Церкви вместе в Британии и Ирландии. И кто находится здесь прямо на сайте Всемирного Совета Церквей? Рядом с католической церковью. Адвентисты седьмого дня. И послушайте еще кое-что. На этом же экуменическом молитвенном служении от епархии Чикаго в январе 2017 года. Кто был частью этих экуменических молитв? Церковь Адвентистов седьмого дня. Итак, где же Невод, друзья мои? Четвертая глава, Евангелие от Матфея. Где же Невод? Я хочу, чтобы мы сегодня нашли для себя ответ. Итак, где же этот Невод? И еще одна причина, почему в адвентистских церквах более не уделяется особое внимание Неводу Евангелия. Ударение же ставится на социальное Евангелие. Вкушать со стола Изавелия, а не с небесного стола, с небесной пекарни. Евангелие от Матфея 4 глава. Итак, что должно быть брошено в море? Невод. Невод, друзья мои. Ранее я сказал, что должно быть найдено в церкви. Добрые и злые, обращенные и необращенные. Верно? Пшеница и плевела. Верно? Я знаю, что некоторые из вас говорят, все это хорошо, пастор. Я могу сидеть в своей местной общине адвентистов седьмого дня, где пастор говорит, что нет ничего плохого в тех грехах, которые совершаются в ЛГБТ сообществе. Потому что в церкви должны быть и хорошие, и плохие. Верно? Ведь именно этому учит притча о неводе. Невод забрасывается и вытягивается хорошее и плохое. Поэтому мы можем прямо там и оставаться в том месте, где пастор говорит, что быть верным Богу не всегда означает повиноваться Богу. Именно так заявил Джон Макларти из Сиэтла, Вашингтон. Да, будете ли вы там сидеть, друзья? Но ведь притча говорит, что будет и доброе и худое, верно? Я хочу задать вопрос, а этот пастор имеет невод? Истинный невод? Нет! Значит, это не то место, где будет и доброе и худое. Чтобы хорошее могло оставаться хорошим, а у плохого была возможность стать хорошим. У меня к вам следующий вопрос. Кого Христос призвал закидывать невод? Почему вы на меня как-то странно смотрите? Разве я сказал что-то странное? В земном служении Христа призывал ли Христос Каиафу закидывать невод Евангелия? После того, как Анна и Каиафа отвергли Христа, Иоанна Крестителя, а также было и с Иродом. Сказал ли Христос Ироду и Анне, идите и забросьте невод? Нет! Кого Христос призвал забросить невод Евангелия? Учеников! Были ли эти ученики каким-либо образом связаны с Советом Синьедриона? В какой группе будет забрасываться истинный невод Евангелия? Среди истинных служителей на самообеспечении. Четвертая глава Евангелия от Матфея. Прошу вас открыть сейчас 4-ю главу Евангелия от Матфея и посмотрите на 18-й стих. Вопрос. Кому был направлен призыв Христа, записанный в 18-м стихе? К Симону, называемого Петром, и Андрею. Что они делали? Они закидывали сети в море, ибо они были рыболовы. 19-й стих. Что Христос сказал? «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.» Что произошло в 20-м стихе? «И они, тотчас оставив сети, последовали за Ним.» Какие сети они оставили? Они оставили мирские сети, буквальные сети. Но какие сети они подобрали? Сети Евангелия. Не забывайте то, что они оставили. Что они оставили? Сети. Запишите себе, они оставили сети и последовали за Христом, чтобы закидывать истинную сеть Евангелия. В стихах 20-м и 21-м, кого еще Христос призвал? Христос также встретил Иакова и Иоанна. Чем они занимались? Что сказано в последней фразе 21-го стиха? «Увидел их, починивающих сети свои, и призвал их.» Что происходит в 22-м стихе? «И они, тотчас оставив лодку, и отца своего последовали за Христом.» Вопрос. Что они оставили для того, чтобы забрасывать сеть Евангелия? Оставили ли они лодку? Оставили ли они своего отца для того, чтобы забрасывать сеть Евангелия? Вопрос к вам. Должны ли мы закидывать сеть Евангелия в эти последние дни? Пошли ли они на жертвы? Призвал ли их Христос от мирских сетей? Какой же призыв обращен к нам? Какой призыв направлен именно к нам? На какие жертвы многие из нас должны пойти, чтобы забрасывать истинную сеть Евангелия и провозглашать трехангельскую весть из 14-й главы Откровения? Мы должны оставить земные сети для того, чтобы забрасывать сеть Евангелия. Многие сегодня призваны посвятить себя полностью этой работе. Некоторые еще нет. Но все мы призваны трудиться в меру своих способностей. И мы должны понимать, что то, что вы делаете с 9 часов до 5, это зовется вашей работой. И на своей работе вы должны заниматься бизнесом своего отца. Одно называется работой, а другое называется бизнесом. На работе вы должны заниматься чьим бизнесом? Бизнесом вашего отца, друзья мои. Мы обязаны идти на жертвы. Вам ясно? Точно? Они оставили сети. Оставили своего отца и последовали за Христом. Обратите внимание, что Христос призвал людей, которые уже трудились. Вы пропустили это? Чтобы Христос использовал нас, мы сейчас уже должны работать. Чем занимался Елисей, когда Илия призвал его? Трудился ли ревностно Елисей? Да, друзья мои. Если мы сейчас не участвуем в труде, то Господь через мгновение не будет нас использовать. Если мы сейчас не евангелизируем в церкви и в мире, Бог не пошлет нам поздний дождь, и мы не будем участвовать в громком кличе к умирающему миру. Мы сейчас должны быть найдены трудящимися для Христа. Это были люди, которых Христос призвал забросить сеть Евангелия. Что происходит в 17 стихе? Находим ли мы там срочность и безотлагательность? Что мы находим в 17 стихе? В чем была срочность, которая побудила Христа призвать их от мирских трудов? Что мы находим в 17 стихе? Христос говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Когда мы видим приближение Царства Христа, Царства Славы и Благодати, мы должны энергично трудиться, не позволяя чему-либо препятствовать нам закидывать сеть Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова